Нет времени ждать Мы были на ужине, наелись как колобочки Мы с Любочкой взяли кофеёчек И идём в прекрасную жизнь Ну что, друзья мои, всем привет Сегодня, наконец-то, я решила доснять этот выпуск Потому что не было времени в работе Постоянно загружено и, короче Господи, ты поможи И, наверное, бы хотела начать с того Что это у меня уже пятый Или, наверное, шестой год контракта Ещё год назад я очень хотела поработать вокалисткой с диджеем Для меня это прям формат был какой-то новый Современный, классный, стильный И в марте месяце 24-го года Я увидела, что есть такая вакансия у моей знакомой И решила податься Я хочу работать в шок-бизнесе Там интереснее, крутятся очень такие серьёзные деньги Ну, в общем, и меня сразу взяли Абсолютно без всяких там... Но я не подозревала, что произойдёт следующее Мне скинули треки, я вообще прям от них кайфовала Была очень рада Я их учила Пела Вот, у меня был такой подготовительный период Вот, чуть-чуть марта Апрель И в мае мы уже стартовали И что, начинается период репетиций Я прихожу в студию И я понимаю, что эти треки... Эти треки вообще не звучат моим голосом Они не ложатся просто на мой голос И... В общем, для меня это был шок, потому что я... Работа, я стараюсь Я понимала, что я хочу двигаться в этом направлении Но на слух осознавала, что как бы какая-то фигня В целом, до этого у меня направление было академическим вокалом Я закончила музыкальный колледж По академическому вокалу я пела там всякие романсы, оперы и так далее Но после того, как я выпустилась Я в основном работала какой-то лаунж Такой лаунж-программу В ресторанах, в барчиках Вот, что-то такое очень лирическое И когда я сюда приехала, мне нужно было Ну, вот, дать вот этой мощи Которая есть в танцевальных песнях, да В некоторых... Вот у меня её как бы не хватило И мой лирический голос звучал сильно нежно и сильно сладко Ну, в общем, суть не в этом, но в этом тоже Мы стартовали, стартанули в мае У нас было пару пробных шоу Потом уже со середины мая мы начали работать И вот тут важный момент, который мне делилось в предыдущих видео Что отель смотрит сначала шоу Если ему нравится, он это шоу покупает на полгода вперёд, на весь сезон Ну, и как-то шоу за шоу, шоу за шоу И мы поняли, что один отель не покупает, очень важный Потом второй отель не покупает В общем, и как-то оно всё в концепции не сложилось вместе Не качнуло, короче, наше шоу И буквально вот за пару дней до окончания июня Мне говорят, что вот сорян Ну, не зашло Поэтому давай будем прощаться Уходишь? Ну и пиздуй! Конечно, очень важна командная работа Чтобы каждый вокалист делал своё дело Танцоры делали своё дело Вот, и я сначала, как-то, знаете, взяла всё-всё-всё на себя Но потом понимаю, что, как бы, это всё-таки командное дело И я очень старалась и делала от себя то, что я могу Я считаю, что по сравнению с тем, что было в моей жизни Мой какой-то предыдущий опыт Здесь я всё равно выросла Записала уже кучу видео, а потом поняла, что у меня там одна размязывалась Хочешь знать, откуда эти шрамы? Так вот Прихожу я в кабинет, в офис И вот этот весь разговор, что типа там и так далее Что мы заканчиваем работу и всё такое И тут мне предлагают новый проект В этой же компании, только другое шоу Хотя я уже, короче, настроилась уезжать Всё там, бла-бла-бла и так далее И мне предлагают вокалисткой вот другое шоу И сейчас я работаю здесь В общем, я считаю, что всё к лучшему Я сейчас работаю, уже дорабатываю месяц Потому что я согласилась на месяц Заменить просто другую девушку-вокалистку, которая уехала До тех пор, пока не найдут новую В общем, у меня уже месяц заканчивается И дальше меня ждёт новое путешествие И в общем, сейчас, когда прошло уже 4 месяца контракта Я понимаю, что я не хочу контрактов Я уже реально устала от них От вечных переездов От чемоданной жизни От того, что ты постоянно под каким-то В каких-то рамках Типа тебе нужно подстраиваться, быть график Тебе нужно там выполнять чьи-то условия И так далее Я просто максимально за свободу И поэтому, короче, сейчас для меня это уже прям тяжело В общем, из-за того, что артисты очень много выкладываются У тебя уходит колоссальное количество энергии на сцене И потом нужно как-то восстанавливаться Так как у нас работа каждый день в основном Ну да, каждый день И иногда у нас бывает даже без выходных И, короче, восстановиться просто у тебя нет времени Плюс мы живем все вместе Мы живем в большом таком доме И типа нет возможности уединиться А для меня уединение это самое лучшее переключение вообще из всех Вот, короче, и я рада, что все так получилось Что все так складывается Я встретила здесь классных людей Были позитивные эмоции, опыт Но пора двигаться дальше Ну что, мы продолжаем И сегодня я расскажу вам Плюсы Плюсы Контрактов за границей Наверное, самый первый плюс для меня И для многих артистов, которые уже ездят Это заработок Это бизнес Потому что работодатель Работодатель Предоставляет жилье Предоставляет питание Предоставляет проживание Рабочую визу И билет Туда-обратно Но это такие общие характеристики В основном Понятно, что есть где-то с питанием Где-то без Где-то предоставляют только билет в одну сторону Например, но очень Так как ты приезжаешь уже на все готовенькое И поэтому Типа за жилье ты не платишь За питание ты не платишь Но, понятно, здесь, конечно, свои нюансы У тебя есть возможность собрать В целом нормальную сумму На самом деле, абсолютно в разных условиях И вот в классных домах В вилах с бассейном И в каких-то очень заброшенных комнатах Где просто вот такие железные шкафчики Знаете, которые в раздевалке В заброшенной какой-то Спортзале Вот И нет постели Я помню, укрывались полотенцами Ну, короче, было вообще очень По-богатому Есть телек Есть духовка Два кресла Ну, я не знаю больше, что надо детям Чтобы они идеально жили Так же с едой Например, когда работаешь в отелях в Турции Ты входишь в рестораны В тех отелях, в которых ты работаешь Ты приходишь в ресторан Там, где есть шведский стол Там, где есть огромный выбор И ты можешь, в принципе, кушать все, что угодно Это для меня очень большой плюс Еще один немаловажный момент Ты пробуешь кухню разных народов мира Скажем так Не знаю От китайской ухни я вообще была в восторге На самом деле Мне очень нравилось В Турции и в Грузии Немножко все Мучное, жирное И тяжелое на желудок Но, конечно, пахлова Это... Сейчас, находясь в Турции Я капец как скучаю за борщом Скучаю за Какими-то драничками вкусными Да, вообще, скучаю по нашей еде На самом деле Потому что у нас там на завтрак Каждый день у нас есть в доме завтрак Нас кормят И это постоянно яйцо вареное Огурец, помидор И сыр И это каждый день И это вот полгода Каждый день У нас просто тут за эту еду какая-то Уже скоро будет драка, мне кажется В общем, второй момент Второй плюс Это путешествия Контракты дают возможность посетить много разных стран Лично я была в Китае, в Турции, в Грузии, в Саудовской Арабии, в Бахрэне Вот в Европе не было, кстати Вот Поэтому Это вообще крутая возможность посмотреть мир Я не знаю Путешествовать по разным уголочкам Познакомиться с новыми людьми И вообще это очень сильно расширяет кругозор на самом деле Я сегодня уже в новом отеле, поэтому Записываю вам видео с новой локации Короче, третий пункт Плюсов контракта Для меня это развитие Себя как артиста И не только Ну, ни одного жанра, точнее, я хотела сказать Например, я ездила на контракт И в роли танцора, и в роли певицы И в роли как хостес моделей Плюс, когда я работала в Саудовской Аравии Я была как а-ля фейк-саксофонист Потом работаешь на всяких выставках Работала как восточницей Танцевала восточные танцы Ну, вообще, что только Чего только не было Естественно, за время этой работы Контракт, например, длится Вот месяца и может там до года И больше Это очень зависит от Договоренностей с работодателем И за этот период ты набираешься опыта Ты пробуешь себя в разных жанрах Ты выступаешь на разных сценах На разных локациях Во время выступлений Происходят максимально Иногда кринжовые ситуации У меня, например, падал хвост Во время выступления У меня был такой прицепной хвост На моих волосах И я в один момент машу головой И понимаю, что хвоста нет Хвост валяется где-то в одной стороне Я в другой стороне В общем, мне было очень стыдно И неудобно Потому что я была прямо возле зрителя Вот Я вам покажу видосик Прикреплю Но я успела выкрутиться Я беру этот хвост И начинаю там махать Ну, никто ничего и не заметил Слава богу Вот Потом бывает Не включается микрофон Или я иногда забываю его включить Потому что Типа в попыхах Там переодевания Либо Звукорежиссер Который стоит На звуке Он просто Ну, забывает включить На выступление микрофон Бывает Останавливается музыка Бывает Включают не ту музыку У нас вот Недавно было Что нам включили музыку В ускоренном ритме И уже как бы Люди сидят Ребята вышли на шоу А у нас музыка Как будто Борундуки поют Короче Четвертый пункт Очень важный момент Лично для меня Это люди По-моему Вы должны были зачитать Аминэма За период путешествий Контрактов Знакомишься с огромным Количеством людей Потому что Например Вы работаете в компании И может быть Я знаю Там 200 человек Много разных коллективов В одном шоу Могут быть совмещены Музыканты И танцоры И акробаты И артисты Оригинального жанра Вот Ну то есть Это офигенная возможность Найти своих людей Завести друзей По всему миру Вот сейчас Например Куда бы я хотела Поехать Я думаю У меня в каждом В каждой стране Наверное Во многих городах Есть Друзья Либо какие-то знакомые И Это очень здорово Кстати Своих подруг С которыми я сейчас дружу Я нашла Как раз на контрактах Женщина Замечательная Прекрасная Это прям как платье Шокий блеск Моя любимая подружка Что Ради людей стоит ехать Песня видеоблога просто Потому что Например Если контракт заканчивается И ты хочешь поехать дальше Ты уже можешь узнавать У этих ребят Какие-то проверенные Проверенных работодателей Ну Наверное Пятый момент Тоже такой Для меня Как для девочки Немаловажный Ты часто пробуешь Разные образы У тебя Красивый макияж Ты на сцене Прически Костюмы Ты всегда на виду Получаешь очень много Комплиментов Каждый какой-то образ Для тебя Это возможность Увидеть себя со стороны Какой-то другой Какой-то новой В новом амплуа И это тоже контракты Да Вот такая вот Творческая работа Позволяет проявлять Себя по-разному Вообще на самом деле Все индивидуально И каждый артист Выбирает для себя Страну сам Что ему ближе Потому что в Турции Свои преимущества В Китае Свои преимущества В Японии Например Свои В арабских странах Очень много ездит Там в Дубай Например Там тоже есть возможность Прикоснуться К лакшери жизни Поэтому кто что ищет И любая девушка Если мы говорим о девушках Сможет найти себя В целом работу За границей Это либо модель Либо танцор Певец Как хостес Много девочек Работают просто В ресторане Там на ресепшене Либо в отелях На ресепшене Не обязательно быть артистом В общем в целом Если есть такое желание Работу можно найти Кстати еще один момент Подытожу Когда уже долго ездишь По контрактам У тебя набирается Большая база Твоих знакомых Артистов С которыми ты раньше работал Либо просто где-то пересекался И можно начать работать Агентом Набирать например Самому артистов И отправлять их на контракты И таким образом Ты получаешь Из каждого человека Какой-то процент определенный И это как доп.заработок Тоже хорошо работает Начнем с минусов В общем первый для меня До двенадцати ночи По дорогу Поэтому я очень люблю свободу Я очень свободолюбивый человек И для меня эти все правила Ограничения Штрафы Если ты там Не знаю Пришел там позже Домой Либо Что еще может быть Даже не знаю Ну понятно Рабочие штрафы Это да Если там Порванный костюм Или там Как-то не накрашен Пришел Либо что-то еще Тоже могут быть Такие варианты Очень Зависит все От работодателя Так Второй минус Это График работы График работы Зачастую У артистов Либо вечером Либо например Я работала ночью В клубах Да Но есть и такая работа Где ребята работают Там В парке Например С одиннадцати утра И там До шести вечера Вот так я работала В парке В Китае С шоу-балетом Лично мне Наверное Больше подходит Ночью Потому что У меня Целый день Свободен Я очень Люблю спать Поэтому Как бы Я люблю Днем Заниматься Своими делами А ночью Ну уже там Отработали Какое-то время Час Два Три Не знаю По-разному Смотря где Смотря в какой Стране А днем же Минусы Для меня Того Что Когда контракт Летом Очень жарко И днем Вообще Нереально Работать На жюре Но когда Работаешь Ночью Забивается Сон График Организм Уже Хочет Отдыхать А тебе Нужно Выходить Заряжать Публику Давать Им Вот эти Классные Позитивные Эмоции А ты Уже Развялился Хочешь Спать Следующий Пункт Минусов Это Физическое И Эмоциональное Выгорание В общем Когда ты Постоянно Физически Работаешь Ты Чуть Устаешь И не Чуть Потому Что У танцоров Ломаются Колени Спины У кого-то Еще Какие-то Проблемы С уставами И так Далее Вот И Часто За границей Медицина Не так Доступна Как у нас И Поэтому Ты не Всегда Можешь Пойти Просто К врачу Чтобы Он Тебя Проконсультировал Что Делать С той Или И Проблемой Вот В поводу Эмоционального Выгорания Тоже Так Происходит Часто Потому Что Ты Отдаешь Очень Много Эмоций Людям И Не Всегда Люди Отдают Взамен Вот Это Такой Какой-то В идеале Должен Быть Взаимообмен Когда Артист Выкладывается На Сто Процентов Да И Ему Отдают Люди Там Аплодисментами Взглядами Там Своими Восхищенными Которые Вот Как будто Впустую Это Очень Тебя Истощает И Тем Более Если Контракт Длительный Там Полгода И Дольше То Уже Становится Очень Морально Сложно Естественно Есть Много Минусов В работе Когда Ты Уже С этим Один На Один Сталкиваешься Могут Например Дать Не то Жилье Которое Обещали Могут Не те Костюмы Дать Которое Обещали Могут Кинуть На Зарплату Могут Где-то Подставить Могут Там Манипулировать Управлять Тобой Ну В общем Есть Такие Моменты Иногда Которые Ты Не можешь Предвидеть Да И Перед Тем Как Ехать На Контракт Нужно Очень Все Тщательно Проговаривать С Работодателем Или Там С Менеджером Агентом Через Кого Вы Ищите Контракт Потому Что Может Быть Ожидание Реальность Также У нас Большая Разница В Менталитете У Всех Для Кого-то Одни Правила Трактуются По Одному Для Нас Нас Эти Правила Могут Трактоваться По Разному По Другому Вот Поэтому Иногда В работе Бывает Сложно Найти Общий Язык Когда Трактуются Трактуются Трактуются